История о том, как детей высаживают за неуплату из общественного транспорта во Владимире нередко. Из-за последних несколько месяцев в нашем городе произошло несколько случаев. Так, 8 февраля вопиющая ситуация произошла в областном центре на пятом маршруте. Водитель автобуса попросил второклассника покинуть салон. Ребенок не смог оплатить проезд, потому что его банковская карта не сработала. Из него заплатила какая-то женщина. Он заплакал, она его посадила к себе, уступила ему место, села рядом с ним. И потом он благополучно доехал. Я нашла эту девушку, которая заплатила за проезд. Мы с ней созвонились, и я узнала, как было на самом деле. Она сказала, что когда мальчик пытался расплатиться, она говорит, мы этого не видели, не слышали. Он просто спокойно карту прикладывал к терминалу. Она не срабатывала? Она, видимо, не срабатывала, но никто на это внимание не обратил, потому что тихо, он прикладывает, прикладывает. Вот, потом водитель, значит, потом говорит, мы уже слышим, что мальчик заплакал, выходит, и водитель вслед ему кричит, давай, давай, иди, иди. Ты чего думаешь, я тебя бесплатно возить буду? В этот же день Анна позвонила в компанию, на маршрутках которой в школу и обратно добирается ее сын. Представитель компании извинился и пообещал разобраться в ситуации. По его словам, школьник действительно не смог оплатить проезд, но водитель его не высаживал. Ребенок растерялся и вышел сам. Об этой истории узнал уполномоченный по правам ребенка в Владимирской области Геннадий Прохорчев. Детский омбудсмен считает поведение водителя маршрутки недопустимым. У нас в Владимирской области, наверное, вот за последние 5-6 лет, ну, случаев, наверное, 5-7 точно было. И это становится резонансным вообще. Поэтому мое личное мнение, как отца четырех детей, как уполномоченного по правам ребенка, конечно, ну, если водители не понимают, ну, значит, какой-то ликбез надо проводить водителям, женщинам, которые там собирают деньги. Чтобы избежать подобных историй и защитить несовершеннолетних, депутаты «Единой России» предложили запретить на законодательном уровне высаживать из общественного транспорта безбилетных детей в возрасте до 16 лет. Госдума уже поддержала инициативу в окончательном третьем чтении. Теперь, если ребенок едет без сопровождения взрослых, его просто не могут высадить. Как в рамках города, так и на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах. И такой законопроект был давно нужен. Мы порядка двух лет занимались данной проблемой на площадке общественного совета, федерального проекта «Безопасные дороги». Законопроект будет действовать в отношении несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, которые передвигаются на общественном транспорте без билета и без сопровождения взрослых. В случае сомнений контролеры вправе потребовать документы, чтобы установить возраст безбилетного пассажира. Кроме того, согласно закону, регионам будет разрешено самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда.